Челябинская область Особенно глава региона отмечает дорогу Озерск-Медлено. Сейчас она сильно изношена. Алексей Текслер ставит задачу внести эту трассу в первоочередной план ремонта на следующий сезон. Среди других проблем, на которые Текслер обращает внимание мэра – состояние коммунальной инфраструктуры, качество и доступность медицинского обслуживания. Большое количество вопросов по состоянию инфраструктуры. В первую очередь теплотрасс, труб, которые подают воду жителям. Здесь тоже я посмотрел статистику. Эти проблемы надо решать. Решать надо достаточно быстро, чтобы ситуация не ухудшалась. После совещания с главами всех трех закрытых городов области, помимо Озерска, это Трехгорный и Снежинск, участие принимает и гендиректор Росатом Алексей Лихачев. Проблемы всех трех зато созвучны. Разбитые дороги, особенно на подъезде к городам, нехватка педагогов, врачей и оборудования в больницах. Принято решение. Челябинская область и Росатом подпишут соглашение о комплексном развитии запреток. В Челябинске появится новое предприятие – современные кузнечные технологии. Производство расположится на территории индустриального парка «Станкомаш». Об этом Алексей Текслер рассказал на международной промышленной выставке «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. Оборудование для нового производства будет поставлять Челябинский «Конор» совместно с итальянской компанией «Викиатта». Предприятие будет выпускать продукцию для нефтеперерабатывающей отрасли и для машиностроения. На производстве создадут 200 рабочих мест. Также на «Иннопроме» Алексей Текслер совместно с губернатором Свердловской области и исполняющим обязанности вице-премьера Башкортостана подписал договор о создании общего промышленного кластера. Он позволит повысить инвестиционную привлекательность территории. Кроме того, Алексей Текслер провел рабочую встречу с министром промышленности Беларуси Павлом Утюпиным. Стороны обсудили совместное производство автобусов в Миасе и поставки южноуральской продукции в республику. Это перспективный рынок. Товарооборот Беларуси и Южного Урала с начала этого года достиг почти 140 миллионов долларов США. Алексей Текслер обрисовал будущее Южного Урала. Глава региона написал статью для московского комсомольца. Опрятность на улицах городов, рыбок в строительстве и ремонте дорог, безопасный и экологичный общественный транспорт и ускорение темпов газификации. Это основные положения статьи, автором которой стал глава области. Текслер заявил, регион нужно менять как можно скорее и так, как хотят сами жители. Исторически сложилось так, что Челябинская область – край Труженик. Целые города у нас зачастую строились вокруг заводов. Задачи экономики были на первом плане, человек на втором. Но времена меняются. Современный человек требует большего, в том числе удобной, чистой и развитой среды вокруг. По сути, так он требует уважения к себе. Согласен полностью. Ситуацию нужно менять кардинально. Сделать Южный Урал не просто местом для работы, а в первую очередь местом для комфортной жизни. Челябинские бизнесмены могут начать поставки продукции в Венгрию, Сербию и Польшу. В многофункциональном центре территории бизнеса собрались торговые представители России в Турции, Венгрии, Казахстане, Польше, Вьетнаме и Сербии. Проводят открытую встречу с южноуральскими предпринимателями. Встречаются с торгпредами и Алексей Текстер. Развитие экспорта – одна из задач, которую поставил президент Владимир Путин в майских указах. Торговые представители отмечают – страны, где они работают, заинтересованы в сотрудничестве. Например, Вьетнам уже сейчас скупает южноуральские автомобили. Алексей Текстер заключает – задача области расширить спектр экспорта Южного Урала. Сейчас около 80% от его объема занимает металлургия. Не стоит задача уменьшать этот потенциал. Есть задача увеличивать потенциал других наших отраслей, развивая их. И, конечно, торговые представительства, они находятся почти во всех странах мира, они являются важным таким проводником региональных интересов. Для достижения этой задачи делегации Челябинской области планируют посетить в этом году Казахстан в сентябре, Турцию – в декабре, а также принять участие в выставке «Экспо Раша Вьетнам», которая пройдет в ноябре 2019 года. На Южный Урал Алексей Текстер в свою очередь приглашает партнеров из Венгрии, Сербии и Польши.